Девчонки, нервничаете? Переживаете? Нет, уже всё. Уже всё. Волнение всё закончилось. С нетерпением ждут очередного этапа конкурса. Из 16 сотрудников многофункционального центра в финал проходит только 5. Приступает к практическому заданию. Своеобразная инсценировка жизненной ситуации. Муж остался. Волгоград, ничего же парня. У меня трое детей. Вот что мне сейчас делать? Анна Шмигальская из Блаковского центра по предоставлению государственных услуг. Ей предстоит объяснить посетителю, какие документы необходимы, чтобы получить материальную помощь. Простая ситуация, но какие могут задать вопросы, тоже неизвестно. Задавали вопросы, я пыталась на них ответить. Так как времени для подготовки нет, то есть приходится импровизировать. Члены жюри внимательно следят за каждым из финалистов. Ведь им предстоит выбрать самого грамотного, доброжелательного и коммуникабельного участника. Сотрудник МФЦ – это высококвалифицированный специалист, поскольку в МФЦ оказывается уже сегодня более 80 услуг федеральных органов власти, региональных органов власти. Поэтому сотрудники должны в первую очередь знать законодательство, чтобы правильно, квалифицированно проконсультировать заявителей. Даже не ожидала, что станет абсолютным победителем конкурса. Дарья Вальтер смогла лучше всех ответить на вопросы, даже провокационные. Я в принципе люблю людей, но люблю добрых людей. Поэтому хотелось бы пожелать нашему МФЦ, чтобы у нас было побольше добрых людей. И когда в 9 утра приходят заявители, чтобы они все приходили с хорошим настроением. Они портили его нам на весь день. Призеров конкурса в ближайшее время ждет продвижение по карьерной лестнице. А победительница представит область на всероссийском конкурсе. Екатерина Рысьева, Александр Пиченко, ТВ-центр, Саратов.